Аграрно-кредитные корпорации Аграрно-кредитные корпорации Главной задачей корпорации является обеспечение доступа аграриев к кредитным ресурсам через государственные программы кредитования, направленные на развитие сельскохозяйственной отрасли республики. Если вкратце, позвольте я вкратце ознакомлю, поясню вернее, что такое государственная программа. Президент республики Казахстан обращается с ежегодным обращением, с посланием народу Казахстана о положении в стране и основных направлениях внешней и внутренней политики республики. Так вот, вытекающие из данных посланий главы государства поручения, то есть данные поручения учитываются при разработке госпрограмм. Соответственно, государственная программа – это документ, определяющий и содержащий конкретные цели, задачи, ожидаемые результаты по приоритетным стратегическим направлениям развития страны. А вот реализация данных государственных программ – это процесс достижения заданных целей, задач, целевых индикаторов, показателей. Проще говоря, к концу реализации должно быть достигнуто желаемое будущее состояние страны. Так вот, цели, о которых я говорю, целевые индикаторы, задачи, показатели, реализуемые корпорацией, аграрно-кредитной корпорацией, эта программа в конечном итоге является развитие сельского хозяйства страны, то есть цели нашей корпорации. То есть задача аграрно-кредитной корпорации не просто произвести кредитование населения, но достичь конкретные положительные результаты в развитии сельскохозяйственной отрасли, создать конкурентно способное государство, ну и, соответственно, поднять благосостояние населения республики. Так что цели, задачи у нас глобальные. Как отметил глава государства, усилий одного государства недостаточно. Поэтому, чтобы эффективно поддержать экономику, каждый аграрий, фермер должен внести свой посильный вклад. Если говорить о нас, то для удобства агрария в каждом регионе создан филиал корпораций, то есть в каждом областном центре и городах республиканского значения. Кредитные средства крестьянское хозяйство также могут получить через кредитные товарищества, которые для удобства, опять же, аграриев созданы непосредственно в районных центрах. В нашей, в Алматинской области, скажем, на сегодня функционирует 28 кредитных товариществ. Корпорация на рынке финансовых услуг в аграрном секторе занимает порядка 80% от общего объема кредитования. И показывает, в принципе, положительную динамику, связанную с растущими потребностями аграрии в данной отрасли. К примеру, за прошлый год объем финансирования аграрного сектора по Алматинской области составил порядка 38 миллиардов тенге. В текущем году планируем нарастить темпы. Еще больше должно быть. Да, еще больше. Вот эти 28 филиалов находятся в Алматинской области? Они все находятся в Алматинской области. В регионах, это в районах? В районах, в районных центрах. Это не филиалы, это кредитные товарищества. Но они от вашего имени от аграрно-кредитной корпорации работают. Они финансируются через нас. И далее есть определенные процедуры. Но вообще в нашей стране очень много кредитных организаций, которые предлагают свою финансовую помощь аграрникам. Вот чем отличаются ваши условия от них? Почему вот крестьяне должны идти именно в вашу аграрную кредитную корпорацию, а не в банки второго уровня? Если сравнивать с банками, то у нас фермер имеет ряд преимуществ. К примеру, оформляя кредит у нас в корпорации, во-первых, фермер получает низкую процентную ставку от 5% годовых с учетом субсидирования. Также, во-вторых, получает льготный период погашения, так называемые каникулы. В простонародье это называется каникулы. Что дает возможность осуществить реализацию проекта, ну и за этот период встать на ноги. Это вот какой срок, например, 3 месяца, год или 5 лет? Ну, скажем, до 3 лет. В каждой программе разный, но в общем до 3 лет, льготный период. Ну, например, я товаропроизводитель, иду к вам, получаю средства, например, на развитие животноводства, к примеру. Я 3 года эти деньги выплачивать, возвращать вам не буду. Через 3 года начинаю потихоньку возвращать, так? За 3 года мы с вами выстраиваем график погашения, то есть за весь период, да? Данные 3 года, которые являются льготным периодом, здесь вы выплачиваете только вознаграждение. Основной долг у нас переходит на следующий период, погашение основного долга. Но, смотрите, если вот, например, в этом году это было 5%, например, через 3 года, ну, учитывая инфляцию и все, что происходит в мире, крестьянин может также возвращать под 5% или там будут уже изменения? У нас конкретная процентная ставка, заключается договор на весь период кредитования, то есть не меняется процентная ставка. Не меняется, это очень удобно. Но за 3 года, например, может измениться все. Мы, например, вот только за период пандемии, например, весь мир изменился, к примеру, за 3 года может произойти все, что угодно, например. Не дай бог, конечно, может умереть хозяин, который должен вернуть вам деньги. Либо, может быть, банкрот случится, например, с хозяйством, который получил деньги от вас, например, немалую сумму, чаще получают крупную сумму, например, от аграрной корпорации, от вашей. Что в таких случаях делается? Насколько ваши деньги застрахованы? Во-первых, это залоговое обеспечение. Кредитование у нас производится под залоги. Причем это тоже, в принципе, одно из наших приоритетов, потому что у нас очень гибкая залоговая политика, позволяющая предоставлять в качестве залога имущество, любое имущество без территориального ограничения. Залог нами принимаются, например, как земельные участки, право долгосрочного землепользования, например, оборудование, опять же, техника, сельхозтехника, также биологические активы, то есть приобретаемый скот или имеющийся скот. Но я чаще слышу от сельхозников, которые говорят, что очень низко оценивается залог. Вот как происходит весь этот процесс? Оценка залогов у нас производится в соответствии с нашей внутренней нормативной документацией. В каждом регионе в зависимости учитывается ликвидность данного залога имущества. То есть если в больших городах крупных ликвидность у нас выше, то, соответственно, в сельской местности ликвидность у нас ниже. И, соответственно, применяется меньше коэффициент ликвидности. И в зависимости от, опять же, залогов. Имеются высоколиквидные залоги, ликвидные, есть малоликвидные. Но, смотрите, сельское хозяйство в основном развивается в регионах, например, в том же Алакольском районе или в Раймбекском, Кегенском районах, например. Но это же отдаленные районы. И вот они еще и низко оцениваются. Как в таких случаях быть? Есть какие-нибудь льготные у вас предложения? Предложение может выступить, если это действующий бизнес, гарантом может выступить бизнес, например. Другой бизнес. Другой бизнес, да. Если, например, я имею небольшое свое хозяйство, ну, хочу получить от вас деньги и расширить его, но у меня залога нет, тогда я могу пойти, например, к другу или к родственнику, чтобы он мне помог получить деньги. У нас принимается... Но на основании каких-то документов, наверное, как, чтобы было между вами и вот этим крупным хозяйством, и малым хозяйством какое-то доверие было в рамках закона, что делается? Если предоставляется дополнительное залоговое имущество, друга, там, еще кого-то, оно принимается, никаких проблем здесь нет. Здесь никаких проблем нет. Главное, чтобы залогодатель был. Да. Скажите, вот как на сегодня выглядит кредитный портфель вашей корпорации? Нет ли диспропорции в сторону наиболее крупных проектов или отдельных отраслей, например, растеневодства, животноводства? Ну, если провести анализ кредитного портфеля, то можно увидеть, что проекты как на растеневодство, так и животноводство, в принципе, финансируются в равных пропорциях, в соотношениях. С целью недопущения диспропорции в сторону крупных проектов, либо отдельных отраслей, корпорация диверситирует судный портфель за счет реализуемых программ финансирования, учитывая также существующую на сегодня потребность рынка. К примеру, для стартового начинающего микробизнеса предназначена государственная программа развития продуктивной занятости «ЕМБЕК», которая охватывает наибольшее количество участников. Финансирование здесь осуществляется под 6% годовых сроком до 7 лет. Ежегодно, скажем, по Алматинской области через корпорацию по данной программе финансируется более 400 заемщиков на общую сумму свыше 2 миллиардов тенге, из которых порядка 60% составляют стартапы. Это начинающий бизнес, да? Создаются порядка 600 рабочих мест. В рамках этой программы корпорация исполняет свой основной целевой индикатор по развитию массового предпринимательства. Соответственно, снижение уровня безработицы и прирост активно действующих субъектов малого и среднего бизнеса. Также, скажем, для такого направления, как растеневодство, допустим, предназначена программа «Кендала». В основном данная программа ориентирована на проведение весенних полевых и уборочных работ, по которой ежегодно по республике выделяется порядка 70 миллиардов тенге под 5% годовых. Общая засеваемая площадь составляет порядка свыше 3 миллионов гектар по республике. Если взять нашу Алматинскую область, то по Алматинской области по данной программе в текущем году профинансировано порядка 80 аграриев на сумму свыше миллиарда тенге. В целом по республике получили около 2,5 тысяч сельхозтоваропроизводителей. Ранее озвученная сумма – это 70 миллиардов тенге. Например, если взять направление животноводства. В данном направлении нами реализуется программа «Сбага». Она предназначена прежде всего для увеличения племенного скота мясного направления, импортированного из стран как ближнего, так и дальнего зарубежья. Данная программа в основном реализуется для улучшения породы местного скота. Породного преобразования. В рамках этой программы финансирование осуществляется по ставке до 6% годовых с учетом субсидирной, опять же. Сроком до 10 лет. Также реализуется такая программа, как «Экономика простых вещей» на сегодняшний день. По ней финансируются проекты в зависимости от направления деятельности крестьянского хозяйства. Абсолютно разные направления. По ставке до 5% годовых сроком до 10 лет. Опять же, с учетом субсидирования, процентная ставка. То есть почти все программы у нас субсидируются со стороны государства. Данная программа направлена в основном на насыщение внутреннего рынка отечественными товарами. Также стимулирование конкурентоспособности обрабатанной промышленности и сельской отрасли. Если взять сельское хозяйство, то со стороны государства выделено порядка 100 миллиардов тенге, направленные на агропромышленный комплекс. В настоящее время в области профинансировано порядка 60 аграриев. Общая сумма свыше миллиарда тенге. Вот такие программы у нас реализуются. Но скажите, пожалуйста, какие программы из этих сегодня популярны среди фермеров? Ну, выделять какую-то одну из программ, это, наверное, будет неправильно и невозможно. Ну, просто люди приходят, например, больше подают заявок. Я вас понял. Каждая программа, в принципе, популярна и востребована. Это уже на выбор агрария, фермерная. То есть он более удобные условия для себя выбирает и в зависимости от отрасли. При разработке, скажем, продуктовой линейки в течение 20 лет существования корпорации были учтены все особенности сельскохозяйственной отрасли. И в действующие программы в зависимости от потребности вносятся изменения постоянно. К примеру, если вот кендалла, о которой я говорил, в программе, в этом году ставка была снижена с 7 до 5 процентов годовых. По той же программе экономика простых вещей. Если ранее срок финансирования был до 7 лет, то сегодня он до 10 лет уже. Очень удобно. Фермер, приходя в корпорацию, имеет возможность выбрать ту или иную программу в условиях финансирования в зависимости от реализации своего бизнес-проекта. Также от размера бизнеса, соответственно, и от объема финансирования. Как ему удобно. То есть условия все учтены. Скажите, вот весенние полевые работы этого года прошли вот в условиях пандемии коронавируса. Скажите, пожалуйста, как работалось? Ну, если говорить о нас, то аграрно-кредитная корпорация, несмотря на введенное в республике чрезвычайное положение, карантин, свою деятельность не приостанавливала. Напротив, приложила максимум усилий для исполнения поручений главы государства. Глава государства озвучил, что останавливать нельзя. Все мы знаем, в какую ситуацию мы попали, когда внешние и внутренние границы были закрыты. В этой связи выделены, например, из бюджета кредитные средства 70 миллиардов тенге, на весенние полевые работы, на проведение этих работ. В этом году были своевременно доведены до аграрии в течение месяца поставки, опять же, как я уже говорил, 5% годовых. Понятно, что значительно ограничило передвижение как внутри региона, так и вне. Приостановлена деятельность многих организаций. Несмотря на данные препятствия, корпорация исполнила поручения главы государства. И в полном объеме данные средства были доведены до аграриев. Также были реализованы антикризисные меры. Скажем, нами в данный период были предоставлены аграриям меры поддержки определенной. Такие, как отмена штрафных санкций, предоставление отсрочки по платежам на срок до 90 календарных дней. И данная отсрочка была предоставлена всем аграриям. А это более 100 крестьянских хозяйств к нам обратилось. Потому что столкнулись с трудностями из-за того, что закрыты были границы, опять же, как внешние, так и внутренние. Это реализация продукции и тому подобное. Нами всеми была предоставлена отсрочка. Также в соответствии с поручением главы государства на весенние полевые уборочные работы, по республике дополнительно было выделено 100 миллиардов тенге. Это по программе экономика простых вещей. Составкой вознаграждения 6% с учетом субсидирования. И в данное время ведется активная работа по освоению данных денежных средств. Кроме того, что Вы уже рассказывали, какие возможности получения Ваших денег, например, были созданы во время пандемии? Какие-то легкие условия, может быть? Да. Нами также были определенные действия, произведенные со стороны корпорации, по улучшению условий, таких как, например, в пик карантинных мер были оптимизированы сроки рассмотрения заявок. Это ранее, если это было 30 календарных дней, то сейчас это 10 рабочих дней. Также, во-вторых, был сокращен перечень документов на финансирование более чем в два раза для юрлиц. То есть, если ранее нами требовалось 27 различных документов, справок, то сейчас это 13. И также на 25% было снижено, соответственно, для крестьянских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Если раньше с них требовали 16 документов различного рода, то сейчас это 12. Смотрите, режим ЧП позволил как-то облегчить и работу сельхозтоваропроизводителей, если там из 27 документов они будут сдавать меньше половины. Конечно, конечно. Это, во-первых, ну, видите, у нас надо учитывать сезонность работы. То есть, если аграрии нужны денежные средства сегодня, да, то через месяц они уже будут не нужны. То есть, если это брать, например, те же весенние полевые работы, это сезонность, правильно же? То есть, здесь каждый день на счету. Если мы опоздаем, не дай бог, не успеем выдать ему, то у него уже год, получается, потерян. Давайте поговорим вот о ключевых критериях, по которым принимаются решения в поддержку сельхозтоваропроизводителей. Ну, несомненно, к заемщику предъявляется ряд требований, да. Это, к примеру, для при разведении крупного рогатого скота или мелкорогатого скота необходимо иметь помещение для содержания данного скота, пастбищные угодья, также кормовая база, соответствующая инфраструктура. Ну, если говорить о ключевых критериях, это, опять же, рентабельность данного бизнеса, выход на производственную мощность, сроки окупаемости данного проекта, также отсутствие, обязательно, условия – это отсутствие просроченной задолженности. В целом, корпорация заинтересована в реализации каждого проекта. Ну, вот к концу программы хочется, чтобы вы обратились к крестьянам. Какие у вас есть пожелания, если есть желающие, куда пришли, где вы находитесь, по какому телефону позвонить, где в социальных сетях вас найти? В социальных сетях аграрно-кредитная корпорация, как головной офис, так и филиалы. Там указаны все номера телефонов, адреса полностью. Если у нас находится филиал в городе Талдыкурган, в бизнес-центре мы расположены коктемграмм на восьмом этаже. В любое время наши двери открыты. Если, например, учитывая то, что в нынешнее время мы еще до конца не отошли от карантинных мер, то есть это опять же создает определенные трудности. Есть электронные адреса. Можно дистанционно предоставлять сначала копии документов сканированные, потом при полном перечне уже полный пакет документов предоставить оригинал. Поэтому трудностей никаких нет. В социальных сетях вы есть, сайт работает, все телефоны действуют, электронная почта открыта. Открыто. Созданы прекрасные условия со стороны государства. Это потенциал Алматинской области всем нам известно какой. Это любое направление сельского хозяйства. От растеневодства до животноводства. То есть условия более чем благоприятные. Средства имеются. Средства имеются. Значительные средства. Спасибо вам большое, что нашли время и посетили нашу студию. Студию программы сегодня. Большое спасибо. Дорогие телезрители, мы с вами прощаемся. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok